Музыка Так, еще раз, Елена Александровича Савинич, вот моя практикантка, будущий академик, человек незаурядных ума и знаний, учитывая возраст, который присущ более академикам и докторам наук. Значит, Елена Александровна, все-таки я пока чуть больше знаю, мне нужно ваше мнение как эксперта, непредвзятого. Вот этот сорт уже тянет на осенний, это мраморная, давайте мы с ней познакомимся. Мне, я всегда в таких случаях смотрю на выражение лица. Кусать? Да, кусать. Сладкая. Сладкая. Так, потом мы ее соберем, потому что мне нужны будут косточки, семечки. Знаете, когда люди вычеркнут, все, подавай семечки, мраморная. Так, вы не притворялись, надеюсь? Нет. Нет? Хорошо. Хорошо. Опять получается мы по грушам. Ну, правильно, абрикосы закончились. Яблони у меня тут мало, потому что у меня тот сад уничтожен на острове, а здесь уже места садить их было некуда. Так, идемте дальше. Вот эту грушу я выпилю. Посмотрите, что делается. Когда-то это было у меня, как он называется, питомник. Видите, они так росли рядочками. Оставлял лучший из лучших. И да, оставлялся. Долго не мешали. Посмотрите, какие прекрасные приросты. Плоды такого же уровня, как вы пробовали. Так, здесь у меня лады, здесь у меня воронецкие. И что вы думаете, настала пора, когда они начали мешать. Я все думаю, да успею я взять топор в руки. Я долго выбирал, чтобы был просвет. А почему они густо так начали? Да я же говорю, питомник бывший. Они выдавили питомник. Это бывший питомник. Они его выдавили. Но так как я оставлял, как кушать хочется, посмотрите, сколько прекрасных приростов. Глядите наверх вот туда, показывайте. Вот. Уже тут я могу срезать их сотни-две. Так. Это не шутки, это деньги. Вот. Получается, что наступил момент, когда я буду вынужден, знаете, долго выбирал, какая будет мешать. Или эта, или та. В общем, одна из них идет под пиву. Все. Мешают друг другу тень и болезни. То есть перспективы болезни. Пока это в пределах нормы. Так. Все, Валерий Константинович, у меня закончилась карта. Ну ничего, зато у меня не закончилось. Пойдемте дальше. Мы все еще по грушам пройдемся. Пройдемся, пройдемся. Ой, вот тут яблочко лежит, яблочки лежат. Как их не свистнули? Видимо, много съедает в памяти. Ладно. Перепишем. Так. Не, ну давайте тему груш закончим. Яблочки еще не все съели. У меня же как, Сергея привычка какая? Моя. То есть приезжает машина, а в ней пять человек. Один ходит, торгуется, выбирает саженцы. Хватается за сердце, когда Сергей отрезает третий сейчас кроны. Вот. Вот, если в горшках. Или половину, если без горшков. Остальные разберутся по саду. Потом, смотришь, карманы набиты. Каким-то чудом нам оставили вот это счастье. Смотрите. Я тут и берем, обязательно. Так, смотрим дальше. Мы пришли... Ой, есть! Знакомлю. Это груша космическая. Ого. Ого-го-го. Ой, упал. А вон еще висят. Вижу. Ага, ну пусть висят. Сереги для покупателей останется. Ароматная. А вы пробуйте. Жалко бывает. Я отрежу, наверное. А какая разница? Все равно мне. Главное, что она чистенькая. Вы знаете, я люблю как прикол. Что, еще слаще? Да. Грушевое пюре. Лакомка такое было в детстве. Дело в чем. Мне нравится они. Поднимают покупателю грушу грязными руками. Всю ее оботрут. Вот. Чистейшую. Ну что, нам придется потом собирать ее. Снять ее нас уберем. Так, ну что? Все с грушами? Где-то там... А, еще. Нет, да хватит. Дело в том, что хочется на высокой ноте. Запоминается последняя. Еще есть несколько. Там у меня... А, мы отдельный сюжет про сварок снимем. Еще покажу. А пока... Ну что? Это самое вкусное.